Здравствуйте, уважаемые слушатели! Представляем вашему вниманию занятие на тему конфликта интересов, понятия, типовые ситуации и урегулирование конфликта интересов. Для начала разберемся с вами, что же такое конфликт интересов на государственной гражданской муниципальной службе. Федеральный закон о противодействии коррупции дает нам определение, что же такое конфликт интересов. Это такая ситуация, при которой личная заинтересованность, прямая или косвенная служащего влечет, либо может повлиять на исполнение должностных служебных обязанностей, либо возложенных на него полномочий. Как мы видим, понятие конфликта интересов напрямую связано с понятием личной заинтересованности. Что же такое личная заинтересованность? Личная заинтересованность означает, что доходы, выгоды, преимущества может получить сам служащий, его родственники, друзья, знакомые, либо организации, которые как-то связаны с ним. На это у нас указывает закон о противодействии коррупции, а также в письме Минтруда дается такое же разъяснение относительно личной заинтересованности. Каким же образом государственному служащему нужно уведомить о конфликте интересов нанимателя? В первую очередь мы обратим внимание, что уведомление нанимателя о возникновении конфликта интересов является строго обязательным, то есть обязанностью работника, указанной в статье 11 Закона о противодействии коррупции. Для этого служащий должен подготовить письменное уведомление и подать его представителю нанимателя. Каким же образом составить уведомление о конфликте интересов? Заполнить такое уведомление можно по форме, которая утверждена в вашем органе. Как правило, это приложение к порядку уведомления о конфликте интересов. Если такой формы не утверждено, тогда можно заполнить его в произвольной форме. Главное, что в нем нужно указать фамилию, имя, отчество и должность руководителя государственного органа, либо его заместителя, фамилию, имя, отчество и должность служащего, ситуацию, которая, собственно, привела, либо может привести к конфликту интересов, какие должностные обязанности служащий не может выполнять из-за возникновения данного конфликта интересов, меры, которые государственный служащий может предложить для урегулирования конфликта интересов. Дальше следует указать, будет ли государственный служащий присутствовать на седании комиссии по урегулированию конфликта интересов, поставить дату, подпись и уведомлению следует приложить при наличии доказательства, изложенной информации. В случае, если в государственном органе утверждено порядок уведомления и есть приложение к этому порядку, то можно воспользоваться им. Это пример оформления уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят, либо может привести к конфликту интересов. Как вы видите, здесь те же самые сведения, которые мы с вами назвали, и присутствуют. Дальше, как подать уведомления о конфликте интересов? Во-первых, служащий подает уведомление представителю-нанимателя в порядке, который утвержден в вашем органе. Сотрудник, который принимает такое уведомление, должен зарегистрировать его и сделать отметку о принятии. Если нет возможности лично передать такое уведомление, можете направить его почте с заказным письмом с уведомлением о вручении и с описью вложения представленных документов. Каким образом же проводится предварительное рассмотрение уведомления о конфликте интересов? Лицо, либо отдел профилактики коррупционных и иных правонарушений, либо полномочия, да, должностное лицо, в течение 7 дней рассматривает уведомления служащего. Сотрудники отдела либо ответственного должностного лица могут проводить опросы заинтересованных лиц, получать письменные разъяснения, либо направлять запросы сторонней организации. Если ответы на запросы требуют большего времени, то срок такого предварительного рассмотрения уведомления можно продлить до 45 дней, а в исключительных случаях и еще на 30 дней. Далее, по результатам предварительного рассмотрения уведомления ответственные сотрудники готовят мотивированное заключение. Уведомление и заключение со всеми материалами передается председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Далее, как вы понимаете, будет, собственно, происходить рассмотрение уведомления уже на заседании комиссии по конфликту интересов. Комиссия по конфликту интересов должна рассмотреть уведомления и предлагаемые материалы не позднее 20 дней с даты их получения. И по результатам комиссия может вынести одно из представленных решений. Ну, во-первых, конфликт интересов есть, либо может возникнуть, и тогда комиссия рекомендует государственному служащему, либо руководителю принять исчерпывающие меры, чтобы предотвратить конфликт интересов, либо урегулировать, если он уже возник. Еще одним решением, которое может вынести комиссия, является то, что государственный случай не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. И в этом случае комиссия рекомендует применить государственному случаю меры ответственности. И еще одним решением, которым может уйти комиссия по результатам заседания, она может не усмотреть наличие конфликта интересов, предотвратить в виду о том, что конфликта интересов нет. Все решения оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии. Какие же меры нужно принять, чтобы урегулировать конфликт интересов? Меры принимает сам служащий и представитель нанимателя. Их перечень неисчерпывающая, зависит, конечно, от конкретной ситуации. Со стороны служащего это могут быть, например, самоотвод, отказ от выгоды, который может от причины конфликта интересов. А представитель нанимателя может принять меры, которые рекомендовала комиссия. Например, перевод на другую должность, изменение должностных обязанностей, либо другие меры, которые бы исчерпали конфликт интересов. Также представитель нанимателя вправе отстранить служащего на период работы и разрешения конфликтной ситуации. Примером предотвращения конфликта интересов может быть и такая ситуация, когда, например, представитель нанимателя переводит государственного служащего в какой-то отдел с повышением в должности. И в круг его обязанностей будет входить контроль коммерческой организации, учредителем которого является его брат. В этом случае комиссия установит, что конфликт есть и рекомендует не назначать государственного служащего. И государственный служащий должен отказаться от перевода. Если служащий отказывается принять меры, например, не подписывает соглашение об изменении контракта или отказывается от перевода на другую должность, то здесь можно его уже уволить в связи с утратой доверия. В противном случае, если наниматель не осуществит никаких исчерпывающих мер для урегулирования конфликта интересов, то, конечно, может быть уволен уже сам руководитель органа. Все эти правила следуют из закона о противодействии коррупции, а также о законах государственной службы и о законах о муниципальной службе. Таким образом, мы с вами заметим, что конфликт интересов всегда возникает на почве прямой либо косвенной личной заинтересованности. Личная заинтересованность означает возможность в сложившейся ситуации получить доходы, выгоды и преимущества. Кто может получать такие преимущества? Во-первых, конечно, это сам служащий. Например, служащий обучается образовательной организации, в отношении которой сам же выполняет контрольно-надзорные функции. Разумеется, здесь имеет место личная заинтересованность, поскольку служащий в силу должностного положения может получить личные выгоды при обучении, в частности, получение повышенных оценок. Кроме того, такие преимущества могут получать лица, состоящие со служащим в близком родстве, либо свойстве, то есть близкие родственники. К ним относятся его родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети, супругов и супруги детей. Например, служащий включен в состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности, и одним из претендентов на эту должность является его сын. Возникает личная заинтересованность, так как сын может получить преимущество перед другими кандидатами. Обратим ваше внимание, что фактор сторжения брака не является безусловным основанием для того, чтобы сделать вывод об отсутствии личной заинтересованности. Например, бывшая супруга служащего была в трудоустроенном возглавляемом им отделе, и суд выявил конфликт интересов, поскольку было установлено, что бывшие супруги, когда был оформлен официальный развод, продолжают по совместному проживанию, ведению совместного хозяйства, а также воспитывают детей. Кроме того, такие преимущества могут получить еще и организации, либо граждане, с которыми служащий, либо его близкие родственники связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. Здесь, к примеру, может быть такое апелляционное определение Брянского областного суда, когда мать супруги служащего была единственным участником общества, и с данным обществом с ограниченной ответственностью служащий от имени местной администрации подписал контракт, и в дальнейшем принял работы по данному контракту, и в силу личной заинтересованности служащего организация получила доходы, выгоды и преимущества, а также и не были выставлены штрафы за просрочку выполнения работ. Далее остановимся с вами на типовых ситуациях конфликта интересов на государственные службы Российской Федерации, и поговорим с вами о порядке их урегулирования. Первый блок таких ситуаций составляет конфликт интересов, связанных с выполнением отдельных функций государственного управления в отношении родственников, либо иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. Мы обратимся к первой ситуации, когда государственные служащие осуществляют функции государственного управления, либо принятие кадровых решений в отношении родственников, либо других лиц, с которыми связана личная заинтересованность. В этом случае рекомендуется государственному служащему уведомить о наличии личной заинтересованности в письменной форме, а представителю-нанимателю в этом случае рекомендуется отстранить государственного служащего от выполнения должностных обязанностей, которые предполагают какое-то непосредственное взаимодействие с родственниками, либо с иными лицами. Вторая группа типовых ситуаций связана с выполнением иной оплачиваемой работы. Это очень распространенная тема для многих государственных служащих. Так вот, рассмотрим несколько ситуаций. Первая ситуация, государственные служащие, его родственники, либо иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют, либо собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового, либо гражданско-правового договора в организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного управления. Государственный служащий должен в праве, во-первых, с предварительным уведомлением нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу в случае, обратите внимание, если это не повлечет конфликт интересов. Как вы видите, здесь выполнение такой работы носит уведомительный характер, и представитель нанимателя не в праве запретить государственному служащему выполнять иную оплачиваемую работу. Однако отметим, что в случае, если возникает у государственного служащия личная заинтересованность, которая приводит, либо может привести к конфликту интересов, государственный служащий обязан проинформировать об этом представителе нанимателя и непосредственно своего начальника. И, собственно, ответственность самого государственного служащего уже будет определение степени своей личной заинтересованности, которая здесь и будет квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов. И при наличии конфликта интересов, либо возможности возникновения государственным случаям рекомендуется отказаться от предложения выполнения иной оплачиваемой работы в организации в отношении он осуществляет отдельные функции государственного управления. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы, ситуация номер два. Когда у нас может возникнуть такая ситуация, это когда государственные служащие на платной основе участвуют в выполнении работы, заказчиком которого является государственный орган, в который он же и замещает должность. Что в этом случае нужно сделать? Здесь у нас представитель нанимателя указывает государственному служащему, что выполнение иной оплачиваемой работы ведет к возникновению конфликта интересов. И в случае, если госслужащий не принимает исчерпывающих мер по регулированию конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованности, его следует отстранить от замещаемой должности. Отметим здесь, что непринятие государственных служащих, являющих стороной конфликта исчерпывающих мер, является правонарушением, которое влечет увольнение государственного служащего с государственной службы. Еще одной ситуацией, связанной также с выполнением иной оплачиваемой работы, является ситуация, когда государственный орган участвует в принятии решения о закупке государственным органам товаров, являющихся результатом интеллектуальной деятельности и исключительными правами, на которые обладает он сам, его родственники и иные лица, с которыми связана личная заинтересованность служащего. Что в этом случае рекомендуется сделать? Здесь государственный служащий обязан, конечно, уже уведомить о непосредственном начальнике в письменной форме о такой заинтересованности и, конечно, по возможности ему рекомендуется отказаться от участия в таком конкурсе. Ну а представитель нанимателя следует вывести государственного служащего из состава комиссии по размещению заказа только на время проведения конкурсной комиссии, пока эта заинтересованность не будет устранена. Следующая группа типовых ситуаций – это конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг. Тоже часто встречающиеся распространенные ситуации. Сейчас рассмотрим несколько примеров. Ситуация номер один, когда государственный служащий, либо иные лица, с которым его связывает личная заинтересованность, получают подарки, либо иные блага. Обратите внимание, да, это не всегда подарок. Это может быть оказание каких-то бесплатных услуг в его отношении, скидки, суды, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и так далее. От физических лиц, либо от организации, в отношении которой государственный служащий осуществляет, либо ранее осуществлял отдельные функции государственного управления. В этом случае мерами будет то, что государственному служащему и его родственникам, конечно, рекомендуется такие подарки не принимать, при этом вне зависимости совершенно от стоимости подарков, либо стоимости оказываемых услуг. И если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении государственного служащего должны быть предприняты меры дисциплинарной ответственности, в зависимости, конечно, от характера совершенных поступков, тяжести, обстоятельств и так далее. Если же подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то государственному служащему следует все-таки иметь в виду, что получение подарков от заинтересованных физических лиц, оно может нанести ущерб репутации как непосредственно ему, так и государственному органу. И, конечно, является нежелательным вне зависимости от повода дарения данного подарка. В случае, если имеется информация о получении подарков родственниками государственного служащего, ответственных лиц и организаций, в отношении которой государственный служащий осуществляет, либо, может быть, ранее осуществлял функцию государственного управления, что необходимо сделать. Во-первых, мы указываем государственному служащему, что факт получения подарков решет конфликт интересов. Мы должны предложить ему отказаться от такого подарка, либо, обратите внимание, компенсировать ему стоимость. И до принятия государственного служащего мер по регулированию конфликта интересов, следует его отстранить от исполнения должностных обязанностей в отношении физических лиц и организаций, от которых такой подарок был получен. Также в группу типовых ситуаций по конфликту интересов отнесем ситуацию, когда государственные служащие получают подарки от своего непосредственного подчиненного. Государственному служащему, конечно, следует не принимать подарки от своих подчиненных, вне зависимости от их стоимости, особенно строго следует подходить к получению регулярных подарков от одного и того же дарителя. Дальше перейдем к следующей группе типовых ситуаций. Это типовые ситуации, связанные с конфликтом интересов по взаимодействию с бывшим работодателем и трудоустройством после увольнения с государственной службы. Первая ситуация, когда государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении организации, владельцем, руководителем, либо работников которых он являлся до поступления на государственную службу. Что в этом случае нужно делать? Конечно, следует в этом случае отстранить государственного служащего от исполнения обязанностей в отношении бывшего работодателя. Еще ситуация, которая также относится к данной группе конфликта интересов, будет ситуация, когда государственный служитель осуществляет отдельные функции государственного управления в отношении организации, владельцем и руководителем которых он являлся до поступления на службу. Конфликт может быть связан с ситуацией, когда государственный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с государственной службы на работу в организации, в которых он осуществляет отдельные функции государственного управления. Здесь государственному служащему следует выдержаться от ведения таких переговоров и при поступлении соответствующих предложений от проверяемой организации он должен отказаться от ведения таких переговоров до момента увольнения с государственной службы. Далее, последний блок ситуаций. Это ситуации, которые связаны с нарушением государственных служащих иных установленных запретов. В первую очередь, это ситуации, когда государственные служащие получают награды, почетные специальные звания от иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных организаций. В соответствии с 17 статьей Федерального закона номер 79, гражданскому служащему запрещается принимать без письменного разрешения, представитель нанимателя награды, почетные специальные иные звания от иностранных государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями. Еще одной ситуацией будет являться ситуация, когда государственные служащие в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обнаруживает недостатки и нарушения законодательства, и при этом он рекомендует организации для устранения нарушений воспользоваться услугами конкретной компании, владельцам, руководителям, либо сотрудникам которых являются родственники государственного служащего, либо иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего. Конечно, государственному служащему при выполнении контрольно-надзорных функций рекомендуется воздержаться отдачи советов относительно того, какие организации могут быть привлечены для устранения этих недостатков. На этом наше занятие сегодня закончено. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok